Чувство единения друг с другом и с жителями освобожденных территорий, подъем патриотизма, успехи специальной военной операции влияют на то, что уже три с половиной месяца уровень поддержки руководства России гражданами не снижается. Расчет политиков США, стран ЕС и НАТО на то, что жесткое экономическое и информационное давление на Россию вызовет внутри страны недовольство граждан, провалился. Россияне ответили ростом патриотических настроений и доверие президенту. Какие последствия для российского агропромышленного комплекса будут иметь специальная военная операция России на территории Украины и санкции Запада? Украина спекулирует на теме зерна и голода для давления на западные государства и дискредитации России, так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что тема морских поставок украинской сельхозпродукции будет обсуждаться только после того, как мировое сообщество обеспечит безопасность киевского режима. При этом, несмотря на заявление России о готовности предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, Киев под предлогом угрозы нападения вооруженных сил России, не намерен разминировать одесские порты. Сегодня поговорим о продовольственной безопасности. Это программа «За мир». Мы начинаем. Продовольственная безопасность Продовольственная безопасность – новый термин. Может быть, термин и не новый, но звучит по-новому в условиях специальной военной операции. Алан Черменович, продовольственная безопасность. Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме этот термин зазвучал новыми красками. Мы можем поговорить и о глобальной продовольственной безопасности. Но вас, как представителя Министерства сельского хозяйства, хочется спросить о продовольственной безопасности республики. Насколько у нас безопасно с продовольствием? Ну, на самом деле, термин «продовольственная безопасность», он не новый. И о продовольственной безопасности и до спецоперации говорили. В 2012 году была доктрина принята продовольственной безопасности. И тогда с 2014 года очень серьезный разговор пошел по импортозамещению. Во всех отраслях экономики особо он затронул агропромышленный комплекс. Так что это не новое. Ну а сельское хозяйство, отрасль, агропромышленный комплекс, ее прямое предназначение этой отрасли как раз и направлено на обеспечение продовольственной безопасности нашего государства. И естественно на сегодняшний день есть такие продукты, производимые в отрасли, которыми страна полностью обеспечена. А есть такие виды продукции, которые еще импортируются. И естественно самая главная задача заключается в том, чтобы долю того импорта, который у нас в продовольстве еще есть, его снизить. И за последние годы, если мы посмотрим динамику, как отрасль развивалась, не только у нас в республике, но и в целом по стране, то мы видим, что за последние 7-8 лет производство, собственное производство внутри страны, оно в агропромышленном комплексе серьезно увеличивалось. И доля импорта уменьшалась. И мы это на полках наших магазинов, супермаркетов тоже видим. В середине, в середине, в десятых годах, до 12-го, до 13-го года мы видели, что зайдя в магазин процентов 80-90, это была вся на полках импортная продукция. Сегодня наша доля нашей продукции серьезно приросла. Это решение вопроса импортозамещения. Это тоже новый термин. Этот вопрос тоже отрасль решает. У нас в республике есть позиции, по которым у нас серьезные подвижки. То же самое производство зерна. Вот 876 тысяч тонн зерна было произведено в прошлом году в республике. По сравнению с предыдущими годами? Больше или меньше? Больше, естественно. Да, у нас в последние годы идет рост производства зерна. А картофеля мы обеспечены картофелем собственного производства. Часто задают вопрос, а почему мы видим на наших полках в магазинах или на рынках видим египетский картофель? А почему мы не должны его видеть в условиях хронической экономики? Да, здесь есть одна такая проблема. Картофеля мы производим достаточно в республике, но у нас нет хранилищ, где можно было бы этот картофель хранить и всю зиму его потихоньку до весны продавать. Вы сейчас говорите такие инвестиционные направления. Да, ну перейду к этому, да, потом. Поэтому мы, естественно, с поля картофель продается, он вывозится за пределы республики, а потом уже сюда на рынок попадает импортный картофель. По молоку, это одна из самых основных позиций. 34 тысячи тонн произведено в прошлом году молока только сельскохозяйственными предприятиями. Я не беру личные подсобные хозяйства. И вот здесь Лариса Хасанна рядом, главный производитель молока в республике. Это очень важное направление. А перерабатываем мы? Сколько в состоянии переработать? Достаточно ли мы производим, чтобы загрузить свои производственные мощности? Нет, вот 34 тысячи тонн. Вот серьезная переработка есть у Ларисы Хасанны, да? Мы знаем, березка перерабатывает молоко. У нас есть переработка молоко Осетии. Деликат. У нас есть деликат. И вот больше у нас таких крупных, серьезных производителей, переработчиков молока в республике нет. Поэтому это сегодня очень важная проблема, переработка. Переработка вообще очень важная проблема, серьезная, не только в области молока. И в овощеводстве, и в производстве плодов и фруктов, и в производстве мяса. Везде нужны перерабатывающие предприятия. Это сегодня у нас дефицит большой, переработка. По мясу, по молоку мы, естественно, полностью себя не обеспечиваем. Я даже могу сказать, что даже в советские времена, когда у нас были и колхозы, и совхозы, и было огромное поголовье животных, даже тогда республика полностью себя молоком и мясом не обеспечивала. Алан Чемпионович, на обывательский язык. Ведь это не страшно. Мы живем в России, нас окружают наши братские народы и регионы, и мы можем всегда кооперировать с ними, обмениваться. Ну, если мы будем так рассчитывать, то помните, на заре перестройки, и когда СССР развалилась в 90-е годы, тогда, значит, и Гайдар, и Чубайс нам говорили, зачем нам нужны эти производства, если мы это можем все импортировать, купить это за рубежом, главное, чтобы была нефть, главное, чтобы был газ, продадим нефть, продадим газ, будут доллары, купим. И таким образом многие отрасли экономики были похоронены. Вот понимаю, что мы можем кубанскую буренку завозить и этим молоком, значит, всю республику накормить, но мы должны иметь собственное производство здесь, на территории республики. И хочу сказать, что вот я так полагаю, что вот может быть год-два, я думаю, что Лариса Хасановна меня поддержит, вот еще у нас идет динамика положительная в отрасли, но она не может идти бесконечно. То есть достигнет предела, да? Мы можем достичь предела, у нас нет площадей, которые мы введем в оборот, да, и таким образом увеличим производство в растеневодстве. У нас нет комплексов, которые вот пустые здания стоят, куда мы можем поставить скот. И вот этот рост, он, я думаю, так вот может быть 3-4 года, ну пусть 5, и потом мы уже дойдем до предела. А исходя из этого, вывод напрашивается такой, что если в отрасли не будет инвестиционных крупных проектов и в области молочного, и мясного скотоводства, и в растеневодстве, то мы определенно до какого-то уровня дойдем и остановимся. И дальше больше продукции дать не сможем. То есть эти проекты высокотехнологичные, высокопроизводительные? Да, высокотехнологичные, высокопроизводительные, инвестиционные проекты, которые дадут, вот произойдет, будет идти интенсификация производства. Вот мы сейчас побольше как бы двигаемся по экстенсивному пути, да, наращиваем объемы производства, не за счет каких-то крупных инвестиционных проектов, а где-то за счет того, что улучшается качество, скажем, растеневодства, качество семян, да, более высокоурожайные семена. На пике своих производственных возможностей, потенциала, наша республика, ну, наверное, можно говорить о советском периоде, насколько мы себя обеспечивали молоком, мясом, хлебом, овощами, фруктами? Ну, я думаю, что хлебом обеспечивали, то, что касается мяса и молока, а, я думаю, процентов на 80 мы себя 90 обеспечивали, и мы вот сейчас, нам нужно достигать вот этого уровня советского. А на сегодняшний день? Ну, а на сегодняшний день, если мы возьмем, допустим, молоко, да? Да. Если мы возьмем молоко, которое производится в сельскохозяйственных предприятиях, и к нему прибавим молоко, которое производится личными подсобными хозяйствами, то мы выходим на 80% обеспеченности на сегодняшний день. Ну, я думаю, что главная задача состоит в том, чтобы не в этом общественном секторе увеличивать производство молока. Это тоже нужно. Но мы должны создавать крупные хозяйства, серьезные инвестиционные проекты в этой отрасли, ну, не только в молочном скотоводстве, и в других подотраслях тоже, для того, чтобы в сельскохозяйственных предприятиях увеличивать производство сельхозпродуктов. Но мы должны оставлять окно возможностей для малого бизнеса? Однозначно. Это сегодня один из приоритетов государства развития малого бизнеса. И вот ту поддержку, которую государство оказывает этому в виде грантов, да? Вот в этом году 13 хозяйств у нас получили гранты на развитие семейных ферм. Мало. 123 миллиона. А, 123 миллиона. 123 миллиона, 13 хозяйств. 154 миллиона мы вот сейчас начали отдавать, это гранты «Агростартап». 70 хозяйств будет создано, то есть это солидная поддержка, 154 миллиона, 123 миллиона. И она же из года в год продолжается. И она, да, вот если мы возьмем 18-й год, 22-й год, то на развитие малых форм хозяйствования в виде грантов и поддержки кооперации и так далее было направлено около полутора миллиардов рублей. Спасибо. Лариса Хасановна, в нынешних непростых условиях опять все смотрят на бизнес. Бизнес спасет, бизнес выручит. Как в 2014 году мы заменили польские яблоки и начали возобновлять свое производство фруктов. Скажите, что сегодня не хватает? Вроде и поддержка есть, и желание есть, но, может быть, мы можем дать больше? Мы, аграрий. Да, безусловно, можем дать и больше, но чего не хватает? Вот я, Тимур, скажу, на первую часть вопроса я отвечу так. Чего-то не хватает. Наверное, создался такой дисбаланс, где мы должны понимать, что на литр произведенного молока сырья должно, там, из расхода, то есть мы должны потратить столько-то солярки, столько-то рабочих часов, и еще и много чего, из чего складывается вот эта единица литра сырья молока. Вы знаете, это даже не перечислить. Там и налоги. Да, да, да. Поэтому я сейчас не буду эфирное время тратить. Каждый из нас это понимает, и телезрители тоже. Но вот если мы на этот список посмотрим, то есть такие статьи расходов, которые очень завышены, и мы их осилить не можем. Называйте. Для этого, ну, начну сразу с горючего, с горюче-смазочных материалов, да. И если я буду говорить, у нас всегда есть, коллегиально мы всегда собираемся, разговариваем. Слава Богу, что Министерство сельского хозяйства создает нам такую площадку, где мы можем общаться и не только просить помощи там, а вот и помощи даже, ну, можно сказать, профессиональной, да. Я очень часто обращаюсь к Аллану Черменчу за советами, и их получаю, и они мне помогают. Вот продолжаю мысль свою. Ну, вот, когда мы говорим о том, что было до того, когда я пока не пришла в сельское хозяйство, я была студенткой, и вот мы слышим комментарии наших друзей старших. И вот есть Руцкоев Завр Магомедович, который говорит так. Раньше, когда я работал и был председателем колхоза, то на литр молока я покупал 10 литров солярки. И дальше я могу не комментировать, каждый из нас в состоянии посчитать, сколько стоит литр молока, сырья. Летом это 35 рублей за большее не продашь. И сколько стоит солярка, просто едете и смотрите. Успокаивает одно, что в Европе она дороже. Так, но и в Европе литр молока дороже продукта. И субсидия больше. И субсидия больше. И я даже не смотрю на Европу, бог с ними. Я сейчас на них очень зла, поэтому я не хочу вообще о них говорить. Поэтому я скажу, что если бы вот в этом перечне расходов, прямых расходов, на производство одного литра молока посмотрели, и я всегда говорю, ну посмотрите на молочное животноводство. Это сложнейшая, труднейшая отрасль. Самое сложное и трудное. Вот каждый день, будь добр, три раза в день накорми поголовье сложным рационом. А если мы идем к тому, что мы хотим кормить монорационом, чтобы корова не стрессовала, она получала круглый год одно и то же. Вы представляете, какие селоса, сенаж и сено должны быть высшего вообще качества, чтобы эта корова ела вот так, как она ест в январе, так и там должна ест в августе. Задача стоит прямо. Увеличить производство. Да. Вот если, чтобы увеличить, для того, чтобы машина ехала очень быстро, а потом еще и еще быстрее, нужно что? Все предпосылки для того, чтобы эта машина была сама классная, хорошее топливо, и все запасные части, винтики, все соответствовало. Вот для того, чтобы увеличить, надо вот эти все винтики так настроить, чтобы они работали на эту цель. Кадровый вопрос там же? Кадровый вопрос стоит чуть ли не рядом с горючим, если не впереди. У нас... Говорить? Да, мы ждем. Это очень больной вопрос. И я могу сказать, что кадры решают все. Это вот было, есть и будет. И слово будет мне хочется уже убрать. Чтобы уже когда-то мы могли сказать, что мы кадрами, как Алан Чернец сказал, мы обеспечены, там, обеспечиваем себя 80% сырьем, молоком, и там, господи, ну хоть бы обеспечить себя на 50% кадрами. Нет. Мы на 30% не обеспечены. Я это говорю, и говорю при всех своих коллегах, которые меня слушают, и они подтвердят это, у нас жесточайший кадровый голод в сельском хозяйстве. И давайте уже это признаем, и что-то для этого будем делать. Я готова пережить все цены, на говорю, смазочные, все, что там повышаются налоги или что-то. Я вообще спокойно на это смотрю. А что нам, если субсидировать уже производство? Ведь, Лариса Хасановна, к вам приходит специалист, которого вы обучаете. Тимур, мы ни одного специалиста, который не доволен своей зарплатой, не видели еще. Мы видели людей, которые не хотят работать. Но вы же его и учите. И мы его как можем учить, если он пришел с нулевым багажом знаний? Просто с нулевым. Это после высшего, с высшим образованием? Представьте себе. Если не знает специалист, где вообще, с какой стороны рубец, вообще, что с коровой должно происходить после отела, и что такое вообще корова, что это уже чем-то отличается от телочки. Ну, давайте не будем углубляться, просто я скажу. Нам надо учить кадры не так, чтобы они приходили с дипломом, а нам надо их учить трудиться. Должны тут... Я же не говорю, что у меня совсем нет, и что я одна работаю. Ведь находятся люди, которые хотят, идут, учатся, и потом приходят работать. Но их очень-очень мало. Когда последний раз у вас на производстве, на практике были студенты сельхоз нашей академии? Никогда. Никогда. Это наши внутренние вопросы, мы будем их решать, и сегодня мы слышали... Выносить на титул. Да, мы будем, значит, их решать, и министр сельского хозяйства обозначал эти же проблемы. Государство решит наши проблемы, внутренние, внешние проблемы. Импортозависимость. Лариса Хасановна, у вас высокотехнологичное производство, и в последний период вы активно были в фазе реализации проекта высокотехнологичного по созданию фермы. Уже были в нем. Вы говорите нам об этом, насколько наше производство зависит от этого, и как нам вот этот момент преодолевать? Ну, у нас сейчас сложилась такая ситуация, что мы отыграли обратно наш проект. 21 декабря нами уже были перечислены денежные средства в Голландию, и уже готов проект на роботизированную ферму, проект. И скройно была ферма в железе. Ну, голландцы нас поставили, так вот, письменно нам написали, что они нас очень уважают и любят и хотят делать этот проект, но правительство Голландии запрещает компании Лейли работать с Россией. Деньги вернули? Деньги часть уже вернули, да? Но вернули деньги напрямую перечисленные. А дальше? За проект платили, за геодезию платили, за те железки, которые уже были скроены, платили. Мы сделали бизнес-планы, мы расчистили, ну, то есть мы сделали все, и давайте теперь скажем, а вот этот экономический эффект, который мы ожидали, и мы строили планы с Алан Черменчем, что в октябре, в ноябре мы пригласим наших же земляков пока, и откроем эту ферму, и приступим к аграрному туризму. То есть предприятие будет работать на роботах, будет получать высококлассное молоко, и тем же самым мы шагнем, и дальше будем строить аграрный туризм. Но вот то, о чем говорим сейчас, высокотехнологичное предприятие, да, это не только от диверсификации предприятия зависит, а от того, что мы можем внутри России приобрести для этой диверсификации. А получилось... Приобрести или создать? Нет, приобрести оборудование. Приобрести. Да, приобрести. То есть речь о том, что произвести даже нет. Да, да. Вот мы эту ферму полностью должны были начинить европейским оборудованием. Все. Проекту не быть, пока голландцы не поймут, что проекты надо в России продолжить. Десять лет эта кампания шла к тому, чтобы все-таки Россия в них поверила, они мечтали работать с российскими компаниями, они пришли, и вот получилось вот что. То есть мы зависимы, очень зависимы пока оборудованием. И не только мы. Если мы будем говорить, что это только Россия закупает робота в Улейле, нет. Весь мир зависит от этой компании, потому что они, к сожалению, производят очень хороших роботов, они единственные. К сожалению, производят очень хороших роботов. К сожалению, я сегодня так и говорю, да. Потому что мы зависим от них. Да, мы зависим от них, я бы не хотела от них зависеть. Понятно. Но ничего такого страшного не случилось. Да, произошла такая пока временная приостановка проекта, но мы решили пойти по другому пути. Если раньше была создаваться должна была ферма, которая была основанием всего проекта, то теперь мы на это место ставим аграрный туризм и создаем пока вот эту часть, и на нее потом будет основываться ферма. Это ваш гений-менеджер. Да. Но это потому, что, говорится же, назло. Но получилось, когда мы просчитали, тоже не хуже. И мы все равно надеемся, что здравый смысл восторжествует, и голландцы вернутся на российский рынок. Я уверена. Пример выхода из критической ситуации. Юрий Харитонович, вы развиваете тоже высокотехнологичное производство. Насколько стало тяжелее в условиях санкционного давления, в условиях ограничения поставок, усложнения логистических цепочек таким предприятиям, как ваше? Ну, наше предприятие в конце декабря успело завести новую линию из Германии, которая перерабатывает спаржу. Ну, успели до санкции. Но одновременно, когда уже пошли санкции, то немецкие коллеги, которые должны были как бы консультировать, обслуживать, мы хотели кое-что заказать, как дополнительные запасные части, отказались. То есть это как бы, ну, пока оборудование новое, пока, слава богу, работает. А вот эта схема через государство-посредники, через государство-партнеры? Ну, мы сейчас прорабатываем эти моменты. Потому что надо делать что-то, на эту технику надо какие-то запчасти иметь нам. Остальные там и сельхозтехника, и все у нас оборудование, в основном, наше российское. Планы на развитие не поменялись? Планы на развитие не поменялись, но затруднено, что корни мы тоже закупали в Голландии. Это в 19-м году, в 18-м, в 19-м году. Сейчас Голландия закрыта. Ну, попробовали свой питомник, вроде бы получается, мы посадили семян, спаржу, вырастили. Получается, можно пробовать дальше. Но для того, чтобы дальше пробовать, нужна государственная поддержка. Какая? Алан Чемленович, здесь? Нет. Дело в том, что спаржа не входит в перечень сельхозпродукций, которые... На эту спаржу приехали все министры Российской Федерации, которых я знаю, посмотреть плантацию спаржи. А до сих пор не внесли в элементарный список? Если позволите, здесь не совсем так. Вот в данный момент, вот сегодня буквально на работе я осмотрел документы этой компании, которые они подали на субсидирование овощей. Так что субсидию на спаржу вы получите. Решаем вопросы здесь и сейчас, в прямом эфире, Юрия Семеновича. Ну, радостное известие. Ну, пожалуйста, вы приходите к нам почаще. Артур, вот такая сложная ситуация. К вам, как политологу. И сегодня госпожа Абрамченко тоже на Петербургском форуме, это сегодня основная площадка, где делаются заявления, говорит о том, что миру необходим международный арбитр в делах, связанных с продовольственной безопасностью. На базе ООН была такая площадка, она занималась этим, но сегодня актуальность в ней необходима как никогда. В условиях спекуляции на международном продовольственном рынке, в условиях нестабильных поставок и ограничений, западные политики, Америка в частности, делают заявление о том, что мы будем закрывать глаза на нарушение санкций тех компаний, которые завозят удобрения с России. Но это все, наверное, как-то несерьезно. Санкции продолжают действовать. Какие механизмы сегодня нужны в международном пространстве, чтобы мы продолжали развивать сельское хозяйство? Ну, если Абрамченко предлагает такой выход из ситуации, от создания такого международного органа при ООН, возможно, это какую-то позитивную роль и сыграло. В принципе, визит генсекретаря ООН к Путину и положил начало вот этим отношениям, что послабление ограничений, начало разговора о разминировании украинских портов и вывоза удобрений с Российской Федерации. В целом, эта тема, она такая, как мне кажется, здесь очень много спекуляций, и Владимир Путин сам об этом сказал, потому что то зерно, которое находится на Украине, это примерно около 2,5%, да, по-моему, Владимир Путин об этом говорил. Просто дело в том, на мой взгляд, что вот эту ситуацию с украинским зерном пытаются использовать для того, чтобы навязать свою политику другим странам, как мне кажется, в том числе и Соединенным Штатам, создать, возможно, как мне кажется, какой-то искусственный дефицит, потом поднять цены, потом диктовать эти цены другим странам, да, Соединенные Штаты, они доминируют в сфере сельского хозяйства, да, одна из ведущих стран в сфере сельского хозяйства, поэтому они в полной мере, как мне кажется, пытаются эту ситуацию использовать. Ну, и не только они, наверное, есть еще и другие страны, другие игроки. Здесь, как мне кажется, в первую очередь, нам нужно полагаться на собственные силы, и об этом очень много говорили и Алан Черменович, и Лариса Хасановна, и Юрий Харитонович. Нам нужно быть независимыми во всей этой ситуации и развивать сельское хозяйство, развивать производство соответствующей техники, сельхозтехники. Ну, мы, конечно, хорошие шаги в этом направлении сделали за последние 10-15 лет, и действительно, Алан Черменович об этом сказал, не сравнить ту ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день, с тем, что было 15 лет тому назад. Но, с другой стороны, насколько мне известно, Алан Черменович, вы меня поправьте, если я не прав, но Советский Союз занимал первое место по развитию сельского хозяйства, насколько я знаю. И достаточно сильные позиции были и у нашей республики в Советском Союзе. То есть она была одной из развитых, одним из развитых регионов в смысле развития сельского хозяйства. Поэтому, конечно, нам есть куда расти и куда стремиться. Не было роботов в Советском Союзе, не было, может быть, такого оборудования, которое есть сейчас, которое позволяет с минимальных площадей получать максимальный урожай. Но как-то умудрялись это делать. Ведь были, наверное, какие-то законы, нормативные акты, которые регулировали. Вот семеноводство взять, Алан Черменович. Ведь на протяжении многих лет мы загоняли себя в прямую зависимость от поставок из-за рубежа. И сегодня этот вопрос актуален как никогда. Это первый момент. Второй момент. Мы развиваем площади активно яблоки, сажаем многолетние насаждения. Нет их на рынке. Продукцию компании «Березка» я вижу на прилавках. Вот этой продукции нет. Недавно ужаснулся тому, что крупный инвестор в Осетии, который занимается разведением форели, не реализует продукцию на внутреннем северо-осетинском рынке. Вот какие-то вот такие моменты, Алан Черменович. От вас, как от регулятора, хочется услышать. Да, такие моменты есть. Но начну с семеноводства. Это вот на самом деле очень серьезно. Это стратегический вопрос развития семеноводства. Потому что мы, производители это знают хорошо. Мы зависимы очень серьезно в области семян от импорта. У нас, значит, кукуруза. В основном наша культура, которая из 190 тысяч гектаров, у нас 100 тысяч гектаров это посевы кукурузы. И в этом году, когда спецоперация началась, то у товаропроизводителей возникли определенные проблемы, серьезные, это была уже почти весна, да, это конец февраля. Кто успел до спецоперации приобрести семена Пионера, Монсанты, крупнейших фирм мировых, те были спокойны. Многим, кто проавансировал платежи, многим авансы вернули обратно и отказались продавать семена. Ну, слава богу, потом все наладилось. Естественно, просто выросли очень серьезно цены на импортные семена. И семена кукурузы краснодарской селекции ими тоже воспользовались. И на сегодняшний день вопрос семян, он как бы актуальным не является больше. Сев практически завершен в республике. Но проблема остается, и она очень важна. И эта проблема, если ситуация в мире, и общественно-политическая ситуация не изменится, то мы в будущем году, конечно, можем получить серьезные проблемы. Но исходя из этого, сейчас имени сельхозы правительства Российской Федерации очень серьезные средства финансовые выделяют. И в этом году и на будущий год на строительство селекционных центров, которые должны заниматься производством семян. Мы в этом списке? В списке регионов? Да, вот сейчас могу сказать, что наша компания «Фотагра», она очень серьезно уже много лет занимается производством семян картофеля. И сейчас они реализуют новый инвестиционный проект по строительству селекционного центра по картофелю. Они получили инвестиционный кредит. И я думаю, что если не в этом, то в будущем году этот крупный центр будет построен и запущен, значит, это то, что касается семеноводства. То есть задача очень серьезная, проблема очень серьезная, и государство сейчас эту проблему решает. Это не только семян касается, это касается и селекции в области животноводства. Вот в Подмосковье сейчас будут строить крупный, очень большой селекционный центр в области птицеводства, например. Ну а то, что вы говорите про продукцию, которая у нас на территории республики производится, и мы ее на прилавках магазинов не видим. Да, наверняка есть такая проблема. Но здесь что я могу сказать? Мы же живем в век рыночной экономики. К сожалению или к счастью, непонятно. Границ нет. Товаропроизводитель произвел свою продукцию и продает ее туда, где ему это выгоднее сделать. Если, допустим, вы говорите про форель, и эта форель будет на севере где-то стоить дороже, то, естественно, производитель форели отвезет эту форель туда, где она будет стоить дороже. Так ресурсы-то ведь наши, природные. Да. Допустим, если мы возьмем Казачий хутор, наше крупнейшее предприятие в области садоводства, то у меня родственники живут в Сибири, они мне присылали фотографии яблок. Ну вы скиньте мне тоже, чтобы я... Станица Архонская мне сфотографировали, прислали, говорят, вот у нас в Иркутске яблоки из Станицы Архонской продают. То есть были когда-то такие... Птицеводы наши ставили вопрос таким образом, что давайте запретим завоз мяса птицы из-за пределов республики, из Ставропольского края, потому что они демпингуют, сбивают цены. Но это невозможно сделать внутри государства, тем более. В мире товары двигаются без границ. Мы можем в инвестиционном соглашении между республикой и инвестором написать, хотя бы 5% продукции реализовать на внутреннем рынке. Ну, в общем-то, наверное, этот вопрос надо рассмотреть. Я принимаю, я принимаю, совершенно принимаю и согласен с вами, что ресурсы, природные ресурсы используются в нашей республике. Пашня здесь используется, рабочая сила, которая есть на этих предприятиях, она тоже местная. И они должны на наши рынки, должны, естественно, свою продукцию поставлять. Спасибо. Задачи аграриев, они не только в том, чтобы вырастить продукцию, они шире. И сегодня специальная военная операция диктует свои условия. Юрий Харитонович, фонд «Иристон», который сегодня работает. Расскажите нам о его работе. Какие первые результаты? Ну, фонды «Иристон», мы помогаем этому фонду, мы тесно сотрудничаем. Он образован совсем недавно. И также этот фонд, насколько я знаю, помогает и семьям погибших, и нашим ребятам, которые находятся непосредственно в зоне операции. Ну, у нас хорошее тесное сотрудничество. Это фонд, который, ну вот, не афишируя все свои дела, тем не менее, занимается очень благородным делом. Афишировать надо, надо информировать население о том, что бизнес активно участвует в помощи, помощи нашим героям, которые сегодня на передовой. Это открытый благотворительный фонд, я правильно понимаю, куда каждый предприниматель может спокойно прийти, не афишируя себя, и пожертвовать какую-то сумму. Все это открыто, все это доступно, и каждая копейка как бы идет туда, куда надо. Благодарим вас, дай бог вам, как говорится, помощь, и пусть ваши праведные дела будут больше. Артур, цены, жесткое регулирование, этот вопрос нельзя не затронуть в режиме БЛИЦ. Давайте, потому что у нас завершается передача. Жесткие механизмы нужны нам сегодня? Ведь мы говорим о том, что доллар начал расти, и выросла продукция, выросли цены на комплектующие, доллар начал падать, а цены остались на том же уровне. Чистая вода спекуляция. Но государство не идет по пути жесткому регулированию. А спрос на это есть, как со стороны производителей, так и со стороны населения. Как вы думаете? Государство для того и нужно, чтобы регулировать. Поэтому, как мне кажется, в этом смысле государство проводит определенную политику, и оно дальше должно проводить эту политику. И способствует тому, чтобы на базовые какие-то продукты цены сохранялись на приемлемом для жителей республики и вообще России уровне. Ну, здесь внимательно слушая выступление Ларисы Хасановны, хочется, чтобы государство регулировало цены не на конечную продукцию, не на молоко, а на ГСМ. Начиная. Да, на тарифы ЖКХ, газ, электричество, которое сегодня... Безусловно, это все ложится в цену продукта. Да, и может быть, наверное, акценты надо смещать на это. Лариса Хасановна, мы сегодня с Аланом Чеменовичем перед передачей говорили о том, что посевная единица, такой термин, выросла в разы. Стоит ли нам ждать увеличения стоимости продукции в следующем году? Пока говорю о том, что сегодня мы смогли сделать. Я могу с уверенностью сказать, что наша продукция доступна сегодня в цене. Мы пока удержим ее до зимы, это точно. Мы не планируем повышение цены. Единственное, что я добавлю, если вот в конце года не будет никаких сюрпризов, то в следующий год мы тоже перейдем с этой же стоимостью продукции. Однозначно. Алан Чеменович, что мы сегодня можем предложить аграриям? Вот глава постоянно ставит вопрос о том, чтобы удержать цену на хлеб. У нас сегодня есть механизм субсидирования готовой продукции. За хлеб мы субсидируем часть. Помимо этого, что мы еще можем предложить для того, чтобы удержать цены? Ну, вот если бы меня спрашивали, да, вот мы же говорим о росте цен. На самом деле мы все время говорим только о конечной продукции. Там хлеб подорожал, молоко подорожало, колбаса стало дороже, мясо стало дороже. А из-за чего? Из-за того, что ГСМ в первую очередь, да, то есть тарифы выросли очень серьезно. Я бы, вот если бы я мог, да, может быть я не прав, но мое мнение такое, что вот на период, допустим, проведения весенних полевых работ и проведения уборочных работ осенью, я бы в категорической форме решением государства запретил повышение цен на горюче-смазочные материалы и на... Истинно. Вот на этот период. Потому что у нас часто бывает так, цена на бензин, на солярку держится, как только начинаются весенние полевые работы. Востребу подносить. Естественно, рынок, да, капитализм, понятное дело, идет очень большой спрос на продукцию и производители начинают сразу поднимать цены. Вот на этот период заморозить цены, и это, это ложится в себестоимость продукции, очень серьезно ложится. Горюче-смазочные материалы и энергоносители процентов 40 минимум составляют же. Да, минимум процентов 40. И таким образом бы мы сдержали рост цен. Естественно, это ложится на стоимость зерна же. Естественно, тот, кто покупает муку, которая смолота из этого зерна, естественно, и цена муки вырастает. И хлебопеки вынуждены тоже бывают повышать свои цены. Мы субсидируем хлеб уже второй год. Вот сейчас тоже будем давать. И государство, между прочим, очень серьезную поддержку производителям зерна оказывает. 175 миллионов мы в прошлом году раздали на реализованное зерно. 132 миллиона у нас в этом году запланировано на предоставление. 40 миллионов мы раздали как так называемая несвязанная поддержка, погектарная, на один гектар. Это будет на тонну, то на гектар. Но если на энергоносители у нас будет происходить серьезный рост, то вот эти меры поддержки, они ситуацию могут не спасти. Элементарно, я перебью дополнение. Я всегда говорила, буду говорить. Если бы газ, свет для молочного животноводства, давайте я буду только о своем говорить, были фиксированы определенного уровня, и мы знаем, что они останутся весь год на таком уровне, но ниже, чем промышленности и высокомаржинальных продуктов, да, молоко, оно, это необходимый продукт, как и хлеб. Если бы мы получали по какой-то определенной стоимости этот энергоноситель, ничего не стоило бы удержать рост цен. Мы бы сказали, да, мы вам обещаем, вот, расписываемся под тем, что повышать цен мы не будем. Потому что у нас не будет предпосылок к этому. Как предложение в рамках передачи наделить Министерство сельского хозяйства чрезвычайными полномочиями, вплоть до изъятия ГСМ и раздачи его сельхозпроизводителем. Ваш коллега сегодня заявляет, Патрушев, о том, что Россия ждет рекордный урожай, порядка, там, 170 миллионов тонн зерна. Надеемся, что так оно и будет. В условиях новых вызовов для агропромышленного комплекса открываются и новые возможности. Но необходимо учитывать и риски, заявил сегодня Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного форума. Россия может и должна обеспечивать свою продовольственную безопасность. Мы желаем вам здоровья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»